всем привет с вами lima music в этом уроке я покажу как играть на пианино очень красивую мелодию из мультфильма король лев мое простое обучение по нотам отлично подойдет для начинающих сначала я сыграю музыку из мультфильма король лев полностью а затем я разберу ее медленно и подробно по кусочкам а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! В этом уроке мы научимся играть главную тему очень красивой мелодии из мультфильма «Король лев». Полный урок на эту композицию вы можете посмотреть на моей странице на Boosty или на Patreon. Там уже опубликовано 220 уроков и каждую неделю я добавляю новые видео. Получить доступ ко всем урокам и поддержать мой канал вы можете по ссылке, которую я оставлю в описании под этим видео. Сейчас будем учить первый кусочек этого красивого произведения. Рассматриваем отдельно правую руку. Это верхняя строчка в нотах, которые вы видите на экране. Начинаем с ноты Си первой октавы. Следующую ноту Си мы не играем, потому что она находится под лигой. Дальше у нас идет нота Ля диез. Это повышенная нота Ля. Затем две ноты. Это интервал. Верхняя нота Ля Бекарь. Обычная Ля. А под ней находится нота Фа. Но в ключевых знаках у нас указан Фа диез. Поэтому вместо Фа я буду всегда играть черную клавишу Фа диез. И у нас получается такой интервал. Фа диез Ля. Две ноты мы играем вместе. Дальше мы видим, что такой же интервал Фа диез Ля у нас повторяется. Играем его еще раз. И следующий интервал. Это у нас будет Ми. И верхняя нота Соль. Но в ключевых знаках у нас также Соль диез. Поэтому я играю черную клавишу Соль диез. То есть последний интервал это Ми соль диез. Сейчас еще раз повторю правую для первого кусочка. Это у нас нота Си. Ля диез. Интервал Ля Фа диез. Еще раз этот же интервал. И на одну клавишу ниже интервал Соль диез ми. И сейчас покажу, какими пальцами играется мелодия в правой руке. Все пальцы у нас записаны в виде цифр над каждой нотой. Начинаем мы с четвертого пальца с ноты Си. Третьим играем Ля диез. Дальше мы снимаем руку и интервал играем четвертым вторым. Повторяем его еще раз четвертым вторым. И следующий интервал мы играем третьим и первым. Это Ми соль диез. И сейчас показываю ритм. У нас здесь все ноты и интервалы будут длиться довольно долго. Вначале у нас целая нота Си. Длинная остановка. Потом половинка с точкой Ля диез тоже с остановкой. На интервале остановка, потому что это целая длительность. И только два последних интервала играются уже не с такой большой остановкой. Это опять Фа диез Ля и Ми соль диез. То есть они играются чуть-чуть с движением по сравнению с предыдущими нотами и интервалами. И вот что получилось в правой руке. Теперь учим левую для первого кусочка. Это нижняя строчка в нотах, которые вы видите на экране. Начинаем с ноты Си малой октавы. Дальше записана нота До, но в ключевых знаках у нас До диез. Поэтому играю черную клавишу До диез. Дальше так же самое. Записана Ре, но в ключевых знаках Ре диез. Черная клавиша. И Фа диез. То есть четыре первые ноты это Си, До диез, Ре диез, Фа диез. Дальше у нас идет интервал. Это две ноты вместе. Верхняя нота Си, а нижняя Ми. И в конце нота Ре диез. Теперь показываю пальцы в левой руке. Начинаем мы с четвертого с ноты Си. И играем подряд. Третьим До диез. Вторым Ре диез. Первым Фа диез. Дальше интервал мы играем первым и пятым. А потом четвертым доигрываем Ре диез. И так же показываю ритм. Первые четыре ноты это четверти, поэтому мы их играем ровно и одинаково по ритму. Раз, два, три, четыре. Остановку делаем на интервале. Это у нас половинка с точкой. И последняя нота Ре диез это четверть, поэтому на ней небольшая остановка. И вот что получилось в левой руке. Соединяем правую и левую в первом кусочке. Вначале играет отдельно правая ноту Си. Ноту Ля диез. А дальше интервал Фа диез Ля мы берем на ноту Си в левой. Вместе. И отдельно играет левая. До диез. Ре диез. И чтобы сыграть Фа диез, правая должна поднять второй палец и уступить левой. Левая играет Фа диез. Дальше мы опять интервал Фа диез Ля играем вместе с левой. С интервалом Си ми. Отдельно правая доигрывает интервал. И отдельно в левой Ре диез. И вот что получилось в первом кусочке. Учим второй кусочек в правой руке. Нам потребуется аккорд из трех нот. Нижняя нота это До диез. Дальше идет нота Ми. А верхняя нота Соль диез. Мы нашли первый аккорд из трех нот. Дальше играем Ми. Соль диез. Затем у нас аккорд из четырех нот. Первые две ноты вы уже знаете из первого аккорда. Это опять До диез ми. Соль диез мы заменим на Фа диез. А внизу нижняя нота это Ля диез. Вот так мы нашли четыре нужные ноты. Это Ля диез. До диез. Ми. Фа диез. И после этого мы играем ноту Ми. Показываю пальцы в правой руке. Первый аккорд мы нажимаем первым, вторым и четвертым. Дальше пятым играем Ми. Мы так не дотянемся, поэтому нужно снять руку. Пятый на Ми. Второй на Соль диез. Снимаем руку. Аккорд нажимаем четырьмя пальцами подряд. Это первый, второй, третий и четвертый. И опять пятым играем Ми. Для этого снимаем руку и переносим. И у нас в этом кусочке все аккорды и ноты будут играться ровно и одинаково по ритму. Потому что это четверть. Мы играем ровно. Аккорд Ми. Соль диез. Аккорд Ми. И вот на последний Ми будет чуть длиннее остановка. Потому что это четверть с точкой. И вот что получилось в правой руке. Теперь учим левую руку. Мы будем играть в левой октавами. Для этого находим до диез малой октавы. И такую же до диез на октаву ниже. Нажимаем две одинаковые ноты вместе. Это октава до диез. Теперь до диез переносим на ля диез. То есть у нас в левой всего лишь две октавы. Это до диез и ля диез. Все октавы мы играем одинаковыми пальцами. Это первый и пятый. И на октавах у нас будет остановка. Потому что они записаны половинкой с точкой. Просто делаем на них остановки. Соединяем правую и левую во втором кусочке. Левая будет играть в тот момент, когда правая играет аккорд. Мы берем первый аккорд и октаву до диез вместе. Потом отдельно в правой ми. Соль диез. Опять в правый аккорд, а в левой октава ля диез. Берем вместе. И отдельно ми. И вот что получилось во втором кусочке. Учим третий кусочек в правой руке. Начинаем с ноты фа диез. Дальше у нас опять аккорд. Это фа диез, верхняя нота. Затем ре диез посередине. И внизу ля диез. Нажимаем вместе. Дальше вверху ре диез. Снова фа диез. И опять нам нужен аккорд. Верхняя нота ми. Потом си. И нижняя нота сон диез. Нажимаем вместе. Потом вверху опять ре диез. И потом играем интервал. Это ми до диез. Теперь показываю пальцы. Четвертый мы играем фа диез. Затем аккорд у нас тоже четвертым, вторым и первым. Пятым играем ре диез. Вторым фа диез. Дальше аккорд у нас опять четвертым, вторым, первым. Четвертый, второй, первый. Пятый снова на ре диез. И интервал играем вторым и первым. Теперь показываю ритм. Мы опять все будем играть ровно и одинаково по ритму, потому что у нас записаны четверти. Но кроме первой ноты. Первая фа диез это восьмая, поэтому она играется быстро к аккорду. Вот так. Фа диез, аккорд. А дальше все медленно и ровно. Это ре диез, па диез, аккорд, ре диез, интервал. То есть ускоряем только первую ноту. И вот что получилось в правой руке. Учим левую для третьего кусочка. И у нас опять будут октавы. В прошлом кусочке мы играли до диез, ля диез. А сейчас будем играть от си. Октава си и октава соль диез. Тоже играем первым и пятым пальцем. Си и соль диез. Все, левую выучили. Теперь соединяем правую и левую. И у нас опять левая будет играть в тот момент, когда правая играет аккорды. Вначале правая играет отдельно фа диез. Потом аккорд и октава си. Вместе. Отдельно ре диез. Фа диез. Дальше в правый аккорд. И в левый октава соль диез. Вместе. И отдельно в правый ре диез. Интервал. И вот что получилось в третьем кусочке. Учим четвертый кусочек в правой руке. У нас вначале будет аккорд. Верхняя нота ре диез. Потом си. И нижняя фа диез. Это наш первый аккорд. Затем нота ми. А дальше будет такой же аккорд, как первый, только на одну клавишу ниже. Это у нас верхняя нота до диез. Потом ля диез. И нижняя ми. Следующий аккорд. Это будет нота си вверху. А внизу фа диез, ре диез. Нажимаем вместе. И такой же аккорд мы играем потом на октаву выше. Это опять ре диез, фа диез, си. Показываю пальцы в правой руке. Вначале мы играем аккорд первым, вторым и четвертым. Пятым играем ми. Дальше опять аккорд первым, вторым и четвертым. Первым, второй, четвертым. Следующий аккорд мы играем тоже первым, вторым, а вверху уже пятым. И такой же самый аккорд на октаву выше. Такими же пальцами. Первый, второй и пятый. Теперь показываю ритм. На первом аккорде у нас четверть с точкой, поэтому мы делаем задержку и ускоряем потом ноту ми к следующему аккорду. Ми, аккорд. Следующий аккорд. И остановка на самом верхнем. То есть из всех аккордов мы задерживаем первый, ускорили ми, потом два аккорда ровно. Один, второй и на последнем сделали остановку. И вот что получилось в правой руке. Теперь учим левую руку. Играем вначале фа диез. Дальше октава си. Си, си играем вместе. И интервал ре диез ля. Играть будем такими пальцами. Второй у нас на фа диез. Октава первым пятым. Интервал первым третьим. И здесь мы будем делать остановку на фа диез. А октава как бы будет стремиться к интервалу. Октава, интервал. И сделали остановку. Соединяем правую и левую в четвертом кусочке. Берем фа диез. И наш первый аккорд в правой руке. Это фа диез, си, ре диез. Теперь отдельно в правой. Следующий аккорд отдельно. И дальше мы играем синхронно вместе. Аккорд в правой и октава си в левой. Потом такой же аккорд в правой на октаву выше. И интервал в левой. И вот что получилось в четвертом кусочке. Спасибо всем за просмотр видео. Продолжение этого урока вы можете посмотреть на моей странице на Boosty или на Patreon. Ссылку я оставлю в описании под этим видео. Продолжение следует...